Останавливался поменять карту памяти и продолжаю движение дальше. Сразу хочу анонсировать, что в конце видео будет небольшой слайд-шоу, о котором я расскажу попозже. Сразу хочу сказать, что движение происходило без каких-либо приключений, без каких-то событий. Движение равномерное, интенсивность очень слабая, полотной дороги сухое. Двигаться в таких условиях для солнца или сбоку или спину для меня одно удовольствие. Скоро предстоит встреча с мотелем «Онич», о котором я многократно уже говорил. Наверное, многие уже запомнили, это одно из лучших мест для отдыха, для ночевки, для привала в России. Одно из лучших мест для отдыха, если не самое лучшее. Сторонне хочу сказать, что я поехал от Морманска до Владивостока, неоднократно от Нижневартовска, Сургута до Сочи. Ну, то, что я видел, то, что я могу рекомендовать, это я рекомендую. Я не хочу сказать, что я знаю все мотели, привалы и вывести, скажем так, какой-то общий список по проекту. Ну, вот на этом участке, например, от Москвы до Иркутска, хорошие места для отдыха, это вот мотель «Уют», который уже приехали. Впереди мотель «Омич», и еще очень неплохое место, тихое, спокойное, комфортное во всех отношениях. Большая стоянка, очень хорошая кухня, обслуживающий персонал, вежливый, доброжелательный. Это называется наш домик. Наш домик примерно за 100 километров до Иркутска, если двигаться с запада на восток. Он находится с левой стороны по ходу движения. Его, к сожалению, нужно проскочить и заметить, но потому что он немного в стороне находится. Нужно с трассы съехать. Но если внимательно будете присматриваться, то мимо не проедете. Это можно будет определить. Это уже, наверное, год не был, уже полтора. Но уже тогда там строилась огромная автомобильная стоянка для большегрузов. По ходу движения, мотели. Ну, то есть это место уже было более-менее известно среди водителей. Кто на больших грузах, передвигается, на форах, ну, кто на маленьких машинках. Место довольно-таки популярное. Еще могу сказать, что очень неплохое место для отдыха, для приема клишек и ночевки. Это на границе Бурятии и Иркутской области. Опять-таки, если двигаться на восток, находится с правой стороны. Там довольно-таки цивилизованное обслуживание, культура, я имею в виду. Отношения атрициантов, обслуживающего персонала. Очень хорошая территория постоянно убирается. Там хоть и небольшая территория, но довольно-таки, ну, скажем так, машин, наверное, для маленьких машин. Мест, наверное, на 20. С обоих сторон заправки я не веду с обоих сторон дороги. И с правой и с левой стороны они так компактно расположены. На автозаправках магазин. Магазинчик такой небольшой. Очень много китайских товаров. Разного качества, конечно, покупая, нужно очень внимательно на это обращать внимание. И цена-таки довольно приемная. Там можно купить практически все, что хочешь. Большой выбор, большой ассортимент. Вообще, я обратил внимание, что, наверное, от номера до Иркутска и до Хабаровска, если попадаются развалы, то техника китайская там довольно-таки низкая. Они, видать, тоже перепокупают на Алибаби или в Благовещенск сами ездят. Ну, такая вот, скажем, замечательность, что ли. Девятую серию уже обработал, разместил в Ютубе. Значит, небольшой отсчёт по девятой серии. По времени обработки этого видео. Ну, как и обещал, я его ускорил в два раза только. Иркутка. Качество Full HD. Время обработки по хронометру, который на видеорегистраторе, составил 14 часов 54 минуты 5 секунд. Объём этого видео весит 40 гигабайт. Может, кто мне прояснит, расскажет, расскажет, почему так. На карте памяти объём был 32 гигабайта. Но карта была не полная, там ещё оставалось, скажем так, место для записи. Ну, 31 гигабайт, скажем так. При обработке есть три варианта на видеорегаторе. Новый ави. Три уровня качества. Хорошие, отличные и высшие. В хорошем качестве, значит, вес составил порядка 18 гигабайт. То есть, меньше, чем на карте памяти почти в два раза. В отличном качестве было уже 28 гигабайт. И высшие качества Full HD 40 гигабайт. Откуда жились вот эти 8 гигабайт, если на карте памяти 32 гигабайта? Я просто не знаю. Если кто знает, подскажите, буду благодарен. Я хочу рассказать о видеоредакторе MOVA AVI. Сравнить его с Sony Vegas Pro 12. Обрабатывал 9-ю серию. Время, я уже сказал, там порядка 16 часов составляло. Оставил на обработку. Ну и забыл. Оставалось примерно час до завершения обработки. Открываю видеоредактор. И всплывает окно. Недостаточно места на жестком диске. То есть, 15 часов практически коту под хвост. Я считаю, что это серьезная недоработка, на мой взгляд, видеоредактора. А у Sony Vegas Pro 12 там сразу поставил на обработку. Он несколько секунд думает. И, например, пишет, что освободить место на жестком диске недостаточный объем. Вот эти две разницы, на мой взгляд, они существенны для тех, кто обрабатывает немаленькие объемы видео и другой видеоинформации. Примерно через 4 минуты видео подъедем к отелю «Анфомич». Сейчас немного читаю комментарии, которые пришли за эти дни. Ну, видать, суббота, воскресенье. Все отдыхали. И комментариев мало. Всего два. Леттин. Леттранфик. Леттранфик. Леттранфик, если я правильно читаю. Пишет хорошее видео. Продолжайте снимать. Ну что. Хорошо. Постараюсь. Снимайте дальше. Пишет Роберт Даймира. Владимир. Спасибо за видео. Спасибо за видео. Спасибо за видео от первого стола края. Но качество видео желаю быть лучше. Удачи. Да. К сожалению, я знаю, что оптика уже давно у меня нуждается в замене. Нуждаются в том, чтобы приобрести более качественную технику. Это, к сожалению, моя беда. Я этим сейчас озабочу. И вот, думаю, разглушляю на эту тему. Как, какую, ли, когда хотелось бы к следующему маршруту, который, надеюсь, состоится, уже иметь обновленную, качественную оптику, видеотехнику, чтоб можно было снимать не только из окна автомобиля, но и без окна поезда. Ну вот, видео замедлилось. То есть, видео в нормальном, обычном режиме. Это говорит о том, что подъезжаем, на мой взгляд, к одному из лучших отелей в России. Однажды во время привала, остановки, я ночевал в автомобиле на мотеле «Омич». Подходит мужик. Постучал в окно и вышел. Он представился. Зовет меня Володя. И говорит хозяин вот этого заведения. Какие вопросы, какие проблемы. Однажды остановился на ночевку по мотеле «Омич». «Омич». Перепинул видео на внешний жёсткий диск и уже собирался лечь спать. Вот подходит мужчина. Стучит в окно. «Омич». Я выхожу. Он представляется. Я ведь зовут Володя. Я хозяин вот этого мотеля. Этой стоянки. Какие у вас есть жалобы. Какие замечания. Какие пожелания. Я был удивлён. Вот. Сказал, что всё на уровне. Всё понравилось. Сказал, что автомагазин, который там же находится, ассортимент бедноватый. Вот. Проводительно бы ассортимент увеличить. На что он мне говорит, что да, эта проблема решается. Что он в курсе дела. Спросил про другие такие там у меня есть замечания, вопросы. Вот, кстати, на горизонте появился этот мотель. Я замедлил скорость, чтобы могли получше это место запомнить. Но там и так не проскочки мимо. Потому что ничего больше подходящего на этом участке нет. Но тем не менее. Значит, мотель Омич разбит как бы на две части. Одна по ходу движения. Там здание такое, столовая, стоянка. Вторая половина напротив, с левой стороны. То есть, проезжая туда и обратно, вы обязательно можете, не разворачиваясь, не совершая какие-то маневры. Вот. Остановиться и опаковаться и отдохнуть. Кухня, что слева, что справа, одинаковая. Вот. Примерно так. Значит, дальнейший разговор с ним. Я у него спрашиваю, что был в столовой, в кафе. Кстати, очень уютное кафе. Вот. Я видел объявление интересное. Объявление такое, что местные жители в столовую, в кафе не допускаются. Я говорю, что их такое. Вот. Как это? Почему? Он говорит, что собирались местные жители, пьянствовали, хулиганили. Вот. Автотуристы, автопутешественники были крайне недовольны. Стала падать посещаемость. То есть, многие проезжали и не останавливались. Ну, тогда было принято такое вот решение. Местных не пускать. Кстати, я эту идею поддерживаю. Потому что люди едут с семьями, с детьми. И очень неприятно, когда местные ребята такие, старые голова, маттери мат, пьяные. Вот. Мешают и отдыху, и дети все. Ну, вот такая картина. Поэтому было принято решение. Он говорит, много было трудностей. Но его поддержали в городе. Поддержали, ну, представители бизнеса, автотранспорта. И сейчас вы спокойно можете провести время отдохнуть. Просто заехать, принять душ, баня, сауна. Все что угодно тут есть. Вот, пожалуйста, такая огромная заасфальтированная территория. Очень много больших грузов, дальнобойщиков здесь. Тут же останавливаются и маленькие машинки. Я имею ввиду легковые. Днем стоянка бесплатная. Ночью, если ночью идти в гостинице, тоже бесплатно. Для легковых машин. Там стоянка мизерная. По-моему, рублей 50, что ли. Вот. Есть охрана. Есть видеонаблюдение. Вот с правой стороны это вход в мотель. Ход в гостиницу. Ход. И вход есть еще и с противоположной стороны. Ну, вот отсюда тоже можно войти. Хочу отдельно сказать про кухню, про кафе, который здесь. Вот прямо видите баня, душ, туалет. Там магазин с правой стороны. Припарковываюсь. Веранда есть. На веранде можно вечер, если нормальные условия, поужинать. Комаров, кровососущих. Тут гораздо меньше. Не знаю почему, но это факт. Так вот, про буфет, про кухню, про кафе. Очень обширное меню. Я когда посмотрел, увидел там порядка, наверное, штук сорок названий первых блюд. Такое же название вторых. Огромное количество салатов, выпечка, компоты, соки. Я подхожу и спрашиваю у кассиршей, там девушка молодая сидела. Я говорю, а из этого меню что можно заказать? Что у вас есть в наличии? Она говорит, все что написано, все это есть. Я говорю, наверное, уже месяц, наверное, или неделю у вас лежит там в холодильнике. Нет, говорит, все плохо. В полуфабрикатах в готовом виде лежит в холодильнике. На ваших глазах это все будет готовиться. И на самом деле я заказал там уже не помню что. Тут же поступила команда повару приготовить то-то, то-то, то-то. Он подходит в холодильник, открывает, достает блок фабрикаты, идет готовить. То есть практически свежее там, я не помню, или борщ был, или какое-то жидкое. На моих глазах было приготовлено. Цены низкие, очень привлекательные. И вот там рядом еще магазин есть продуктовый, там промтоварный. Там можно приобрести и напитки, и купить что-то для автомобиля. Лампочки, запчасти. Не запчасти в магазине, а вот прям, которые возле кафе, они под одной крышей. Там, значит, и одежду можно какую-то подобрать себе, и обувь. Там средства первой необходимости, личной гигиены. Отдохнув здесь час-два, приняв душ, резко повышается энергетика, улучшается настроение. И можно без проблем уже двигаться дальше. То есть отдых по полной программе, полноценной. Заправка. Сейчас подъеду к заправке. Значит, здесь, как вот я заметил, бензин один из самых низких по стоимости. Один из самых низких. То есть, если нет с собой запаса бензина, и в этом есть необходимость, тут можно купить и канистру, и залить бензин. То есть запастись для беспроблемного движения дальше. Такой же, чуть меньше по масштабам, этот на противоположной стороне дороги. Тоже такая же кухня там, огромный перечень. Я и там, и там принимал пищу. Так что, свидетельствую, что слева, что справа от дороги, это одно и то же. Ну, а дальнейший разговор с хозяином. Я ему сказал, что желательно вот такие мотели иметь хотя бы через каждые сто километров. Он ответил, что уже идет строительство такого же комплекса примерно через 50 километров. Что будет такая же кухня, будет такая же территория, будет такой же сервис. Там тоже будет и заправка, имею в виду АЗС. Ну и полноценный отдых для водителей. Он говорит, что проводил мониторинг и в Европе, и в Германии, не знаю где уже, не помню. Он сказал, что вот такие мотели, такие вот места для отдыха в Германии через примерно 50 километров. Ну вот он начал осваивать эту трассу. Могу только пожелать ему и его сторонникам, кто принимает в этом участие только удачи, удачи и удачи. Я ему сказал, что снимаю видео о трассах России, размещаю на канале видео дорог России. Обязательно о нем и его мотели расскажу. Ну скажем так, рекламирую что ли. Ну это не реклама, это реальная картинка. Тут я ничего не преувеличивал, ничего не добавил. Может даже еще что-то упустил. Ну а теперь направляюсь дальше. Сейчас остановился, написал, надо записать было время старта, чтобы отслеживать, когда примерно закончится карта памяти. Я всегда, когда меняю карту памяти, я записываю время, когда начинаю движение, чтобы ориентироваться и добавляю к этому времени 4 часа. Это без проблемной записи. Через 4 часа примерно останавливаюсь и меняю карту на новую. И вот таким образом происходит, как сказать, статистика или я не знаю, где это назвать. В общем вот фиксирую на бумаге, чтобы потом по ошибке нечаянно карту памяти не перезаписать. Потому что пропустишь немного времени, чуть прозеваешь и первые файлы начинают удаляться автоматически. Вот был такой случай. Я наученник не горьким опытом. Поэтому взял за правило каждый раз писать время старта и примерное время, когда нужно заменить карту. Например, в 9 часов стартовал, в 9 добавил 4, значит в 13 часов надо будет примерно поменять карту памяти. Это что касается технологии создания видео по трассе. У меня возникли проблемы с картой памяти. Если обратите внимание, то отражаются только координаты. А случилось вот что. Готовясь в поездку, я приготовил 4 карты памяти. И по технологии нужно было на карту памяти в корневую папку поместить файл NAVI. У меня на рабочем столе было две папки с программой NAVI. Но одна была папка английскими, латиницей написана NAVI, вторая – кириллицей. Вот, к сожалению, я в корневую папку вогнал с кириллицей. И как показало время, уже потом на привале, когда перебрасывал на внешний жесткий диск, я обратил внимание, что не отражается название трассы, не отражается название региона, где находишься. Был сильно расстроен этим фактом, но уже делать было нечего. Значит, пришлось заново все папки NAVI, все карты памяти форматировать, искать карту памяти с названием NAVI на латинице. Ну, в дальнейшем, в следующей серии, значит, никаких проблем уже не было. То есть будет отражаться и номер трассы, и регион, где эта съемка проходит. Вот такая вот неприятность, к сожалению. Пока готовился обрабатывать десятую серию, поступили еще сообщения, на которые я зачитаю и постараюсь на них ответить. Логин Андрей Макаров написал. Для водителя важная информация, важная информация не лишней будет. В Свердловской области этим летом будут масштабные ремонты трассы Пермь-Екатеринбург. Это со 167 по 187 километр, с 260 по 326. Путь на восток через Екатеринбург имеет несколько альтернатив. После Елабуги с нормальными дорогами. Это Ижевск, Чайковский, Осса, Кокуштан, Екатеринбург. И Ижевск, Воткинск, Очер, Пермь, Екатеринбург. Елабуга, Уфа, Кропачева, Тавра, Свердловская область, Арди, Екатеринбург. Ну, замечательно. Я думаю, что, конечно, этой информации лишней не будет. Но я думаю, что водители с достоинством оценят эту информацию. Просто будут к этому готовы. Замечательная информация. Благодарю, Андрей Макарова. Логин 1142. Вадим пишет. Радует, что в России планомерно улучшаются дороги и их качество. Давно смотрю ваше видео и заметил разницу. Мне нравится приезжать в Россию и ездить по хорошим дорогам. Благодарю, Вадим, за преданность моему каналу и за хорошую оценку. Благодарю. Добро пожаловать в Россию. Думаю, что в ближайший, может быть, год-два улучшения будут еще больше. И я думаю, что хорошие дороги привлекут к путешествию по России и автотуристов и автопутешественников. Благодарю еще раз. Логин Андрей Макаров написал. Кстати, нередко по СМИ слушаю дискуссию по поводу российских дорог, реконструкции и ремонту. Иногда складывается впечатление, что народ просто предмета толком не знает, лишь бы ляпнуть. А вот в Европе и так далее. Я все больше убеждаюсь, что все такие транспортные стратегии Российской Федерации составлялись не дураками. Если взять в целом Европу, там плотность населения в разы выше, чем у нас. Поэтому там жизненно необходимы автобаны. Четыре, восемь полос. Без этого никуда. Больше 40 миллионов населения. Поэтому и строительство дорог ударными темпами идет. Даже если взять Белоруссию, там плотность населения выше, чем у нас. И они строят четыре полосы. Соответственно, и потребности большой пропускной способности выше, чем у нас. А у нас при условии дефицита, по сути, только несколько федеральных направлений. Более-менее остро нуждаются в кардинальной реконструкции. М5 до Рязани. От Сызрани до Самары. По территории Башкирии. От Октябрьского до Иглина. По Уральским горам достаточно обходов городов. И трех полос. И трех полоски для попеременного обгона. Это, уверен, будет достаточно пример. Так, так, так. Это, уверен, будет достаточно. Примеры таких обходов и дорог видел в горах Польши, Словакии. М7 от Москвы до набережных Челнов. 2 умножить на 2. М8 до Ярославля. Полностью. 2 умножить на 2. Не знаю, что это такое. М11. М4 почти сделали все к морю. М4 почти сделали все к морю. Сама трасса по берегу Черного моря должна быть... Это 2 на 2. Наверное, по две полосы в каждую сторону. Я так вот думаю. Трасса Кавказ по Южным Республикам. Просто из-за безопасности и стиля вождения местных джигитов. Ну ладно. Думаю, разберетесь. Сибирская линейка. НСК, наверное, Новосибирск. Кемерово-Красноярск. Чуйский тракт. До Барнаула должен быть также по две полосы в каждую сторону. 2 на 2. Я расшифровываю так. Вторая дорога на море от Ставрополья на Красную Поляну, чтобы М4 разгрузить от Уральцев и Сибиряков. Это также участки между близко расположенными крупными областными центрами типа Перемычка-Черябинск-Екатеринбург-Тюмень 2 по 2. Едет трассы от областных центров во всех направлениях. На 46 от километра должны быть 2 на 2. То есть по две полосы. Далее от городов они просто не нужны. Их держать в порядке будет нецелесообразно дорого. А на остальных дорогах такого профиля просто нет. Так, отвечаю. В отношении того, что в СМИ дискутируется ситуация с российскими дорогами, трендят, что и проехать нельзя, и очень много негатива. Должен сказать, что в тех форумах, где иногда приходится мне общаться, на комментарии, которые отвечаю, и в беседе с друзьями, со знакомыми, с водителями, когда начинают негатив лить на дороге, я отвечаю, что ситуация действительно была отвратительная, ужасная. Еще пять лет тому назад очень сложно было проехать от Мурманска по трассе в Карелии. Шло строительство. Сейчас эта дорога, этот участок трассы в идеальном состоянии. И полотно дороги, и канавки для стока воды, и разметка одно удовольствие. Участок, вот например, трасса Амур, да и трасса Уссури, тоже лет 5-7 назад были в жутко ужасном состоянии. Гравийка, колдобины, ямы, ремонт дороги шел. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. То есть от Читы до Владивостока, до Хабаровска проехать без проблем. Во-первых, интенсивность движения маленькая. Во-вторых, дорогу сделали, федеральную трассу. Были просадки, были какие-то недоработки проектантов. Все это исправили. Дорога просто в замечательном состоянии. Сравнить их можете, посмотрев мое видео Владивосток-Москва. Примерно 7-8 летней давности. И самое свежее видео у меня это Екатеринбург-Владивосток. Посмотреть и сравнить, насколько изменилась ситуация на этих дорогах. Много было негатива про трассу Лена. От поворота с трассы Амур до города Якутск. Здесь, должен сказать, идет ремонт дороги, строительство дороги. Но я ездил, по-моему, в прошлом году там был. Сейчас уже не помню. Должен сказать, что проехать там без проблем. Есть участки, примерно процентов 10 трассы Лена, в идеальном состоянии. Ну, скажем так, если брать за основу европейские стандарты, то соответствует, может даже превосходит европейские стандарты, европейские баны. Они, правда, не короткие, там по нескольких километров, но идут такими участками, такими вот отрезками. Остальная часть гравийка. Колдобины, там, рытвины сравняли. Ну, конечно, там нужно будет класть асфальт, асфальтовое полотно. То есть, доехать от поворота с трассы Амур до Якутска проблем никаких не будет. Ну, это, говорю, информация была еще годичной, может быть, полуторагодичной давности. Уже тогда шло строительство. Сейчас, думаю, ситуация еще лучше, еще качественнее стали дороги. Или взять, например, участок перевал через Уральские горы. Наверное, года четыре тому назад, может быть три, может быть четыре, я проезжал по этой дороге с разницей примерно 3-4 месяца. И, не поверите, я не узнал, насколько изменилось. Там была колейность, колдобина, то есть, дорога была разбита. И за какие-то там два-три месяца ситуацию исправили. То есть, дорога стала очень, очень хорошего качества. И так давно была дискуссия, но он представился, что из Якутска и стал поливать там такими словами. Ну, явно был человек ангажирован. Хаял дороги в Якутске, в самом городе. Но я и по Якутску проехал. Просто он выбрал места, где шли строительные работы, строили дома. Там какие-то, в общем, стройка шла. Снимал эти места и говорил, что вот все дороги в Якутске в таком состоянии. Свидетельствую, что это вранье. Что дороги в Якутске, да, они не в идеальном состоянии. Кстати, я всегда в разговорах делаю акцент, что говорю о федеральных трассах. О трассах федерального значения. Не региональные, не местного значения, а именно о федеральных. И, на мой взгляд, состояние федеральных трасс процентов на 90 в хорошем и отличном состоянии. Хотя вот недавно президент выступал, сказал, что 77, что ли, процентов в таком состоянии. Ну, наверное, у него информации больше. Я даже тут и спорить не буду. Потому что, например, как я узнал недавно, что в реестр федеральных трасс добавлена дорога. Вот северный вариант, как я говорю, это от Ярославля до Костромы, до Кирова и далее. Вот, если она уже вошла, если президент учитывал и эту дорогу, то, наверное, у него информации гораздо больше. И, наверное, она, да и не наверное, а более компетентен в этих вопросах. Поэтому тут даже и спорить глупо и не собираюсь. Подводя черту ответа, логин Андрей Макаров. С абсолютно согласен с вами. Состояние дорог, федеральных дорог России улучшается из года в год. С каждым разом вот проезжаешь и в этом убеждаюсь. Вот в частности взять опять-таки дорогу от Ишима до даже до Омска. Насколько сильно изменилась эта трасса. Вот я имею ввиду участок от Ишима до мотеля Уют. А также участок дороги от поселок, как же он называется, Господи, Бердюжья. От Бердюжья вот в сторону опять-таки на восток. Там вообще невозможно было проехать. Дорога была длиной в 19 километров. Сколько она нервов у водителей попортила. Даже представить страшно. Но сделали дорогу великолепно, замечательно. Правда я заметил, что начинает появляться колейность. Но это уже вопрос, скажем, к дорожникам. Если они взяли эту дорогу в ремонт на гарантию в 12 лет, то наверное и воровать придется меньше. Надеюсь, что рано или поздно у нас дорожники будут работать. Они, ну сами понимаете, как говорил президент. Конечно, нужно будет какое-то время подождать. Пока все 100% федеральных трасс будут в отличном и в хорошем состоянии. Но, надеюсь, все-таки такое время наступит. И водители, которые поедут в автопутешествия, автотуристы испытают настоящее наслаждение, удовольствие получат и радость от движения по нашим дорогам. Но полотно дороги для автотуристов это одна часть. Кроме полотна дороги должна быть еще инфраструктура. Я имею в виду и мотели на трассах. Такие, чтобы не стыдно было зайти и безопасно было покушать и переночевать. Также заправочные станции. Ну и кроме этого нужно иметь на каком-то этапе, значит, вот эти вот карманы небольшие вдоль дороги, где можно было остановиться на короткое время. Ну, например, потянуло в сторону остановиться и потом двинуться дальше. Ну вот, кажется, все. Постарался ответить на этот вопрос, насколько я компетентен, насколько я владею ситуацией, я это все высказал. Логин Роберт Д. Ниро написал. Спасибо за видео Перского края, но качество видео желает быть лучше. Да, к сожалению, другой у меня видео аппаратуры нет. Снимаю то, что есть. Сейчас озабочен проблемой приобретения хорошей видеотехники. Но время пока же даст Бог. Но качество видео будет улучшено. И еще такой момент. Я размещал видео с ускорением в три раза. Девятая и десятая серии пойдут, по всей видимости, с ускорением в два раза. Ну, а остальное я постараюсь разместить со скоростью, ну, с реальной скоростью. Просто на самом деле ничего не видно вдоль дороги, все мелькает. Поэтому было бы неплохо, если написали бы мне, стоит ускорять или нет. Или оставить с ускорением в три или в два раза. Или оставить в реальной скорости, в реальном режиме. Буду очень благодарен. Олег Рунфик. Это логин Олег Рунфик. Или Ранфик. Ну, с английским у меня проблемы, поэтому я читаю, как умею. Пишет хорошее видео, продолжайте снимать. Благодарю Олег. Добрые слова. Всегда им рад. Конечно, буду стараться делать как можно лучше, как можно качественно. Останья. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Картину, которую наблюдал из окна автомобиля в ближнем свете фар, вот эта подъемка через дорогу, такими толстыми листьями хвостами от серого до коричневого цвета пересекали дорогу, как будто едешь в какой-то сказочной стороне, в сказочной дороге, с правой стороны по ходу движения какие-то были кусты, какая-то растительность, занесенная снегом, стала напоминать эти фигурки, то зайца, то медведя, то волка, каких-то сказочных персонажей, героев, то есть воображение работает, и вот представляешь это с одной стороны это конечно очень красиво, в то же время закрадывается какой-то животный страх, горит уже какое-то время лампочка аварийного остатка топлива, где заправка, что дальше абсолютно не знаю, дорога совершенно незнакомая, уже начинаешь задумываться о чем-то очень серьезном, попробовал взять шариковую ручку там, ну написать на всякий случай записку, но шариковая ручка не пишет, все замерзло, потому что в салоне температура уже наверное была близка к нулю, но слава богу, что температура двигателя поднялась там до 80 по-моему градусов, и какое-то успокоение, какую-то надежду, что ли, внушал навигатор, он четко показывал, что есть финиш, что дорога проложена, но единственное, что меня напрягало, это отсутствие бензина, ну кончится бензин, а что дальше, на сколько хватит, вот такие вот очень нехорошие мысли и уже когда настроение было совсем паническое, чуть ли, ну не паника, а какое-то спокойствие, по правде говоря, но очень безрадостно смотрю, дорога делает развилка прямо и направо, навигатор тащит направо, я принимаю вправо, проезжаю там несколько сот метров, может быть 500, может быть километр, и глазам своим не верю, справа по движению стоит заправочная колонка, будка, девушка там сидит, я глазам своим не поверил, подъехал, заправился, подъехал, спросил, есть бензин, да, есть, ну как в сказке, не поверите, это настолько было положительным толчком, что ли, тут же настроение поднялось, тут же все в другом свете стал видеть, пока заливал бензин, держал крючок пистолета, сколько там шла заправка, минуту, может две, обнаружил эти фаланги пальцем, интересно было, смотришь, белые фаланги такие, но впоследствии конечно кожа сходила там до мяса, но вот получил первое обморожение, заправился, в этот момент подъезжает местный житель, аборигент, как я называю их, вот, бурят по всей вероятности, у него были круглые глаза, когда он увидел меня, вот, и посмотрев, прочитав на его взгляд, я потом долго смеялся, типа, ты придурок, откуда ты здесь взялся, кто ты такой, вот такое было у него удивление, и этот, вот написанное на лице, что это вот, я думаю, навсегда останется в памяти. Далее, двигаясь по дороге, почувствовал запах дыма в салоне, запах такой необычный, ни пластика, ни тряпки, а как потом сообразил запах торфа, горящего торфа, обратил внимание, что из подкормивища отдельных деревьев ведется дымок, вот, восстановился, сделал несколько фотографий, вот, чтобы зафиксировать, и вот представил, что творится внутри, под землей, не дай Бог, дорога вот эта провалится, окажется в таком аду огненном, что нам они горюй. Сделал несколько снимков, уже вернувшись в Москву, стал эти снимки рассматривать, вот обратите внимание, если будете смотреть, вот на эти точки, там белые, на эти шары, вот, ну, кто верит в мистику, или какие-то такие случаи, я потом отдельно при... а потом отдельно же отвечу на ваши вопросы, если не такие появятся. Потом уже разбираясь с этим участком местности, в интернете я обозначил это квадратом, вот, это... этот район, святое место для гуннов, там у них захоронения, там у них святые места, вот, то есть, участок очень интересный для любителей, для знатоков, вот, что-то, чего-то непонятного, чего-то необъяснимого, то вы можете с уверенностью ехать, и думаю, там найдете интересную для себя тему.